С вами Борис Тенцер. Программа «Контакт». «Контакт» по понедельникам. Сегодня у нас, как всегда, как всегда по понедельникам, у нас будет разговор о молодежи, для молодежи и с молодыми. Потому что наши телезрители в любом возрасте, я считаю, что внутри себя они чувствуют себя молоды. А те, кто сегодня приглашены в студию, мои гости и, естественно, ваши гости, они молоды и внешне, и внутри тоже. Сегодня у нас очень интересные гости. Действительно интересные. Они, можно сказать, актуальны. Поскольку вчера в новостях я рассказывал, и не только я, многие станции вчера все рассказывали, о Украине, вчера выборы прошли в Узбекистане. Поэтому как бы интересно, а как вообще люди, которые живут в Америке, или люди, которые находятся временно в Америке, молодые люди, как они чувствуют дыхание той страны, которая сегодня переживает, в общем-то, поворотные моменты в своей истории. Короче, наши гости сегодня. Севара Мелебаева. Здравствуй, Севара. Здравствуйте. Студентка Колумбийского университета, приехала из Ташкента. В стране сколько ты в стране? Полтора года. Полтора года в Америке. Фархад Мурадов. Здравствуй, Фархад. Здравствуйте. То же самое. Он студент Колумбийского университета. И в стране сколько ты в Америке? Уже, тоже, я бы сказал, уже полгода. Уже полгода. И Руслан Шулер, студент, который с Украины. Здравствуй, Руслан. А сколько ты в Америке? У меня уже... Ты живешь в Америке. Я живу в Америке, я уже живу здесь более пяти лет. Ну, понятно. Жить в Америке... Если ребята, как бы, приехали и, в общем-то, они граждане Узбекистана, и будущее у них еще не совсем ясно, где оно будет, скажем так, то у тебя будущее это американское. Более-менее, да. Но в то же время, я смотрю, у тебя петличка не американская, в общем-то. Оранжевая. Я должен тебя поздравить сегодня, кстати? Я надеюсь, да. Поскольку, когда мы встречали все перед передачей, ребята тебя поздравляли. Ну, я поздравляю тебя тоже, поскольку, как бы, то дело, которое ты посвятил в последнее время, по крайней мере, мысленно, оно себя оправдало. И ты веришь, что это действительно что-то даст? Да, я верю. И верю, и надеюсь, и я. У меня нет другого... Руслан, я вот не совсем... Ну, может быть, это, как бы, немножко отстраненность Украины, я никогда на Украине не жил, но скажи, ты действительно серьезно считаешь, что смена политиков может изменить ситуацию? Вот когда ты последний раз был на Украине? Этим летом. Целое лето я... А ты постоянно, как бы, с Украиной связан? Да, дважды в год по... Это зависит от того, как... И там живут твои близкие, друзья, как-то... Друзья, близкие, родственники... У меня там... Ты поддерживаешь... Половина моя там... Держишь руку на пользу Украины? Так точно, да. И что, люди, которые вот там... Кстати, были твои друзья, которые участвовали в всяких там манифестациях, ездили в Киев и жгли костры? Я не знаю, что там они делают. Я не знаю, жгли ли они костры, в детали мы не впадали так конкретно, но знаю точно, люди ехали высказать свое недовольство властью и показать свою поддержку оппозиции, можно так назвать, ну, скажем, тому политику, который сейчас, я надеюсь, будет, или в ближайшем будущем будет назван, как бы, избранным легитимным президентом. Но у меня вот иногда возникает такое ощущение, вот когда я новости рассказывал, вот наблюдаю все это, мне кажется, что иногда часть людей, она как бы играется во что-то. Что это какая-то игра. Но откуда, откуда наших людей, наших, потому что я уехал, да, из Советского бывшего союза, там, 14 лет тому назад, но все, в общем-то, наше. Откуда такое, я знаю, свободолюбие и такое желание участвовать в каких-то общественных акциях? Во-первых, я не думаю, желание у кого-то есть. Люди это делали не из желания участвовать в каких-то акциях. Люди это сделали, потому что пришло то время, ну, знаете, как, перегнули палку. Просто нельзя так сильно было народ просто, как бы, попирать. Нельзя. А что вот самое страшное, вот тебе кажется, самое такое было на Украине плохое, которое надо было менять? Вот номер один. Хорошо, ты подумаешь. Да, я тоже. А мы пока, мы пока перейдем. Сивара, скажи, пожалуйста, а вот чем ты вообще занимаешься в Америке? В настоящее время я учусь в Колумбийском университете на магистратуре на программе Masters of Public Administration. А в СИПа называется школа Колумбийского университета. Это школа международных и общественных отношений, если перевести. У тебя родители миллионеры. Вот откуда у тебя деньги? Не понял. Что за смех? Нет, я здесь. Я не могу учиться в Колумбийском университете, я здесь честно говорю. Да, конечно. Ну, а как ты оплачиваешь? Нет, мне очень повезло. Я приехала по программе, по гранту, она называется Maski Fellowship, и она спонсируется и финансируется госдепартаментом США. Это был открытный конкурс, и они финансируют образование студентов из бывшего Советского Союза. А много желающих было попасть на эту учебу? Да, очень. Очень много. То есть ты такая вот умная? Нет, я не умная, я везучая. А вообще, есть в Узбекистане новые узбеки? Конечно. И анекдоты про них тоже есть. И анекдоты про них есть. То есть есть новые русские, новые узбеки, все новые есть, как бы новые. А скажи, вот, как ты считаешь, возможно, в Узбекистане вот то, что было на Украине? Вот люди там, палатки там, ну, правда, в Узбекистане, Ташкенте потеплее, не надо вот сжечь костры там где-нибудь. Стоять, да, на площади. Да, там, наверное, немножко потеплее. Как вообще настроение? Готово бы, как ты думаешь, как ты считаешь, вот такое произойти в Узбекистане? Мое личное мнение? Да, ну, естественно, я не каримовое мнение. Нет, нет, еще нет, я думаю. Еще не готов. Нет. Хорошо, мы поговорим с Фархотом. Фархот, чем ты занимаешься здесь? Я также учусь в Колумбийском университете на магистратуре. И ты также миллионер? А, естественно, естественно, нет, я не миллионер, я студент. Студенты не бывают миллионерами. Да. Но все-таки. Но ты сам оплачиваешь или ты тоже по программе? Я не по программе, я приехал сам. У меня как бы неординарный такой случай. Я взял, как говорится, кредит и приехал учиться. А где ты брал кредит? В Узбекистане или в Америке? Ну, получилось так, что... Если секрет, и банки не называй. Считай мне. Абсолютно, абсолютно. Естественно, при поступлении в такие, я бы сказал, престижные вузы, как Колумбийский университет, вам одновременно это дается возможность получить кредит... В Узбекистане, да? Нет, в Америке, вне зависимости от вашего места жительства. Вы можете быть и как международный студент, или как местный студент, вам автоматически... То есть ты взял, написал в американские банки, говоришь, вот, ребята, хотел бы учиться в Колумбийском университете. Кстати, сколько стоит учеба у Колумбийского университета? Кстати, довольно-таки дорого, около 50 тысяч. В год? В год. Да. И сколько тебе надо учиться? Мне еще где-то полтора или год я хочу закончить преждевременно. То есть 100 тысяч надо как бы потратить на то, чтобы это обучение? Да, и это, я бы сказал, это очень такая естественная и очень такая прожиточная практика в США. И это не так уж разитая практика в Узбекистане или в бывшем Советском Союзе, в странах бывшего Совета Совета Совета. Поэтому это был неординарный шаг с моей стороны, взять риск, но все-таки, я думаю, это возможно. Что тебя на это толкнуло? Потому что, я думаю, образование. Может быть, ты как раз тот человек, который в Узбекистане будет во главе, я знаю, нового движения? Не знаю, на все движения. Ну, ты будешь заниматься социальными какими-то проблемами. Вообще-то, я учусь на государственном управлении и этот... Ну, ты близок. Я близок, да. Узбекский Ющенко? Или Саакашвили. Саакашвили, окей. Да, я думаю, это еще прежневременно делать выводы, но все-таки есть. Я могу тебя попросить. Если ты будешь узбекским Ющенко, ты придешь к нам на передачу. Абсолютно. Когда ты приедешь в Америку, потому что без Америки Ющенко, наверное, мало обойдется. Абсолютно. Окей, это шутка, конечно. Я надеюсь. Ну, я думаю, все-таки Украина и Грузия показали всему миру, что возможно, возможно, не эволюционным, а именно таким мирным путем переход от власти более демократическому пути, и это, я думаю, очень актуально. Это, наверное, самое важное, чтобы не лвилась кровь, чтобы люди могли нормально научиться, нормально разговаривать. Да, это самый цивилизованный путь достижения к демократии. И вот эти два государства показали пример всем остальным государствам, которые, я считаю, как приоритет для будущего поколения. Ты говоришь серьезно по государству. Руслан, скажи, пожалуйста, показали пример. Ты считаешь, что сегодня это окончание всей этой истории или это начало истории? Вы знаешь, это как в любом романе. Вот я считаю, роман заканчивается на самом, в общем-то, важном. Кажется, все прекрасно, все поженились, а жизнь-то только начинается. Это правда. И я более чем уверен в это. Это начало, хорошее начало чего-то большего. И, как я читал сейчас, интернет, всякие газеты пишут. Ющенко не просто... Я думаю и надеюсь, это правда. Он не задался самой целью выиграть выборы, а потом что? Хоть трава не растет. Нет, сейчас он просит всех консолидироваться, создает круглый столб, просит всех закатать рукава и помочь ему или создать власть, или помочь его в созданной уже власти. У него, я надеюсь, уже есть какие-то перспективы на какое-то будущее. Все-таки он не хочет самолично делать, что... Во-первых, к страну невозможно руководить. Такой вопрос у меня. А ты готов оставить Америку и поехать помогать Ющенко? Вот ты помогал тем, что ты взял... Кстати, ты помогал деньгами? Вот говорят, американские деньги были у Ющенко в кармане. Ты помогал? Честно? Да. Да, но... Америка... Это не американские деньги, это мои личные сбережения. Небольшие, но кто чем мог, я передал. Я думаю, многие мои друзья здесь, у меня здесь есть очень много друзей, земляки и есть даже с других регионов. Одноклассники мои учились вместе в колледже. Ребята работают, собрали деньги, передали. Поймите, да, они говорят там в Украине, деньги, вся революция, так бы сказать, сделаны американские деньги. Это не правда, это сделано на народные деньги. А если я живу в Америке, так что это, это не значит, мои деньги американские. Так вот, мы с тобой закончили, как бы прервались для разговора, и я тогда задал тебе вопрос. Вот самое такое неприемлемое, неприятное, что считали надо менять на Украине? Из-за чего выступали как бы против и готовы были рвать рубашки? Я могу сейчас просто как бы перецитировать того же Ющенко, который, это он говорил неоднократно. Бандитская власть. Понятие такое заангажированное уже, это как бы клише уже выложилось. Ну, оно как бы, так и есть. Потому что власть действительно должна быть, мое личное мнение, прозрачной. Некоторые люди говорят, ну, кто мы такие, чтобы мы от власти требовали то. Мы имеем право, мы народ, мы это как бы скажем. Ну, приведи пример, что такое прозрачная власть на Украине? Что такое прозрачная власть на Украине? Ну, я не знаю, может милиция из каких-то органов, или прокуратура, я не знаю. Приведи пример какой-нибудь. Я, к сожалению, я сейчас, скажем, дотронусь до американского. Вот смотрите, когда бывший шеф полиции Нью-Йорка должен был быть, по-моему, большим человеком разведки в Бразилии. Почему он не становится таким человеком? Потому что он, по-моему, не заплатил social security. Там скрывается, да. Это не скрывается, это просто, вот я хочу, чтобы любой политик в Украине и любой журналист мог написать, вот, ребята, вот этот политик будет делать то-то, то-то. Но смотрите, что он делал в прошлом. И просто политик, имея уже, вот, скажем, свой паласт, вот этот, прошлый, он должен иметь, ну, или совесть, или, скажем, мужество, сказать, ребята, я думаю, я недостаточно чист для этого, или недостаточно заслуживаю, или там, ну, разные дела. Ну, и на Украине была, как бы, пресса, некоторые, к сожалению, даже погибли, редактор газеты, да, и журналист. Была пресса, которая пыталась, как бы, вскрыть, да, делать прозрачную ситуацию? Опять же, к сожалению, это случилось очень поздно. Перед вторым туром, или, по-моему, даже уже перед третьим туром, покатилась масса неувольнений со стороны менеджмента, как бы, руководителей телеканалов или газет. Журналисты просто не хотят уже, как бы сказать, нести ложь к народу. Просто журналисты отказываются от этого, хотя это дальше, как говорят люди, продолжается. Вот перед третьим туром поздно, лучше поздно, поздно, чем никогда, они все-таки, все-таки новости уже начали быть, скажем, не полностью, демократично, не полностью, не полностью произвести. Но люди видят уже разные точки зрения, и это уже хорошо, и люди имеют право подумать, окей, я выберу это или выберу это. Но до того, поймите, журналистов забивают битами до смерти, обезглавливают, это в демократической стране, которая находится почти в центре Европы, это, я думаю, недопустимо. А вот как ты думаешь, люди на Украине, они думают о родине, о Украине, или они думают о своей обычной нормальной жизни? Вот когда человек отправляется жить в палатке, и там, я не знаю, выходит на улице, делает какие-то акции, что движет этим человеком? Украинцем? Я не могу сказать, что движет конкретно каким-то человеком, я скажу, что бы двигало мной, если бы я. Я представитель, как сейчас... Ты откуда, с какой частью Украины? Западной Украины, я хотел сказать, да. Я не знаю, некоторые как-то, может, это принимают как бы положительный факт, некоторые отрицательный факт, но я есть тот, кто и есть. Я родился в городе Ивано-Франковске, прожил там большую часть своей жизни, я оттуда, я западный, как бы, как говорят у нас, любят, раньше любили говорить, западенец. Я представитель западного региона, но я не говорю, что западные люди лучше или хуже. Единственное, что я расцениваю, как это вот... Я выбираю человека не как политика для государства, я выбираю политика для себя. Если бы я пошел, если бы я был там, я поехал в Киев, и я бы сидел в этой палатке, или на... Я бы сидел в палатке, или если надо было, я бы поехал в Донецк, если бы я поддерживал, скажем, донецкого губернатора, или премьер-министра в отставке, я не знаю, как его называть сейчас, кандидата в президенты Януковича, я бы жил там, потому что, если бы я его поддерживал, я... Ну, мне надо просто конкретно... Мне надо человек, который сделает все, чтобы сделать то, чтобы было мне выгодно, не для страны. Я человек маленький, я должен думать о себе и о своей семье. Думай о себе и о своей семье, я думаю, я думаю о государстве, потому что, если... Ну, сколько нас? 48 миллионов украинцев, и каждый проголосует за того, кто конкретно хорош, чисто для него, собственнические такие, скажем, проявить это. И в конце концов победит наилучший кандидат, который удовлетворит большинство украинцев. В частном порядке. Что и требовалось доказать. Хорошо. Севара, скажи, пожалуйста, если это, я не знаю, удобно, спрашивайте, сколько тебе лет? Нет, нет проблем, сегодня 26. 26. 26. Ты как-то помнишь еще вот Узбекистан, который был 10-15 лет тому назад? Что-нибудь изменилось за это время? Узбекистан изменился как внешне, так и образ жизни изменился у людей. Он стал лучше, хуже? Как ты считаешь? Я могу судить о столице, потому что я родилась, выросла в столице Ташкенте. Город вырос, преобразился, стал красивее, дороги преобразились, парки, здания. Это безусловно. Но я не могу сказать, что жизнь у людей тоже улучшилась. То есть, как бы внешняя сторона, да, ты хочешь сказать? Да, внешняя сторона нам была. Вот твои родители стали жить лучше? Кто у тебя родители? Мои родители оба инженеры, но в данный момент они на пенсии. Они стали лучше, у них появились лучшие пенсии, лучшие какие-то социальные услуги? Нет. Я считаю, что пенсионеры это народ, который, наверное, пострадал больше всего, потому что это люди, которые проработали всю жизнь и надеялись на какую-то защищенность в старости. И в данный момент они получают гроши. И ни один пенсионер не проживет без поддержки детей. И они бы не смогли прожить без поддержки детей, тех, у кого нет семьи. Поэтому они послали тебя в Колумбийскую. Потому что ты станешь серьезным человеком. Они меня не посылали. Но ты выбрала тогда. Ну, конечно, да. Понятно. Скажи, пожалуйста, ты узбечка, мусульманка, да? Ты из Востока, как бы восточная женщина. Восточная женщина. Ты серьезная мусульманка. Вот недавно был Рамадан. Ты как-то соблюдала Рамадан? Нет, я не постилась. Нет, потому что я не религиозная. Но я верю, конечно... Ты читала когда-нибудь Коран? Я Коран никогда не читала, нет. Потому что я не знаю арабского языка тоже. А на узбекском нету, да? На узбекском есть, но я не читала. Я выросла... Ну, вы знаете, что во время Советского Союза мое детство прошло... Мы считали только... Мои подростковые годы прошли. И я воспитывалась в это время. И я не выросла с религией. Но в семье, естественно, бабушка. Обычно у всех бабушки. Учили и рассказывали об исламе. И я верила, и я знала... Я знаю, конечно, молитвы наизусть, но, честно. О, наизусть. Да, потому что я выросла, и меня бабушка учила этому. Но я в душе верю. Но я считаю... Я считаю, это дело личное каждого человека. И у меня может быть даже чуть-чуть своя религия. И многое придумано людьми, что я стала сомневаться в многом. А скажи, пожалуйста, ведь очень много в последнее время говорят о том, что в Узбекистане в том числе начинает подниматься национализм. Появились какие-то националистические группы, банды. Недавно был суд, да, за взрывы людей посадили в тюрьму и так далее, наказали. А вообще, среди окружения твоего больше стало вот такого национального, мусульманского настроения? У тебя есть родственники, у тебя есть друзья, у тебя есть окружение какое-то. Вот как ты чувствуешь, как ты считаешь? Национальное, может, да, но я бы не связывала это обязательно с религиозными мотивами. Или у людей всегда была религия, но я считаю, что у меня нет знакомых, я не знаю никого, кто фанатично верит, или кто является членом одной из, как их называют, религиозных экстремистских организаций. И я также не верю в то, что многое, что происходит, это связано с религиозным экстремизмом. Например, взрывы или какие-то были нападения весной в Узбекистане. Я считаю, что это может быть просто люди, которые устали, и это не обязательно должно быть связано с религиозным экстремизмом. То есть они устали спокойно жить? Нет, они не устали спокойно жить, они устали жить плохо. Просто. И они хотят каких-то изменений. И это не обязательно связано с религиозным экстремизмом. Я просто... Меня смущает то, что это связывают всегда с религиозным мусульманским экстремизмом. И, может быть, и существуют организации экстремистские, которые используют ислам как свою крышу, но это не значит, что ислам это проповедует. Хорошо, тогда проще. А вот те взрывы, которые сегодня происходят в Ираке, в Индонезии, в Израиле, ну, об Израиле мы еще поговорим. Как ты считаешь, это экстремистские, это мусульманская направленность в Саудовской Аравии? То, что люди используют религию своим знаменем, это не значит, что они именно идут по пути религии. То есть ты как бы... Они, я бы их назвала, может, или террористы, или бандиты, или экстремистские группировки. Но не мусульмане, которые... Нет, но которые называют себя мусульманами. То есть так же они могут назвать себя и христианами, и иудеями, и все что угодно? Да. Понятно. Окей, Фархот, насколько ты только-только из Узбекистана, ты вообще... Она уже полтора года, она уже кое-что забыла. Может быть, ты лучше знаешь. Скажи, пожалуйста, ты религиозный человек? Ты мусульманин? Я мусульманин, естественно, и я... Почему естественно? Как неестественно? Почему? Потому что, во-первых, как? Потому что я узбек, и я вырос на южной окраине Узбекистана. Это какой город? Это город Корши. Корши. Называется, кстати, 2005 год назван ЮНЕСКО годом Корши. Так как город Корши, это празднует 2700-летие своего города. Ты будешь здесь делать в Нью-Йорке специальную презентацию? Я надеюсь, и у меня есть в планах такого, есть в планах. Интересно. Да. Так что это... Окей. Значит, ты вырос в узбекистской семье. Кто у тебя родители? Мои родители, они преподаватели. Они... Чего? Они преподаватели. Научный коммунизм? Правда, нет. Отец, он преподает экологию и окружающую среду. А мать преподает русский язык и литературу. Русский язык и литературу? Русский язык и литературу, да. И я вырос, как бы, я вырос именно вот в такой среде, где, как бы, нам приходилось учиться... Между русским языком и между узбекским языком? Узбекским языком, да. А на каком языке говорили дома? Очень характерно, что во время Советского Союза мы говорили обычно, большинство на русском. И потом, когда плавно перешли на узбекский, сейчас... И сейчас вы говорите на узбекском? Мы сейчас на узбекском и даже иногда на русском, да. Скажи, это что? Это подстройка под ситуацию в стране? Или это внутреннее какое-то вдруг ощущение? Открылись дыхания новые? Я бы сказал, это новое дыхание, которое было скрыто, которое не позволяло нам выражаться в течение, например, 70-80 лет. Что запрещено было говорить на узбекском языке дома? Ну, абсолютно было возможно говорить на узбекском. Просто дело в том, что во время 80 лет мы жили во время Советского Союза. Я благодарен тому, что мы приобрели столько новых братьев, как украинцев, русских, белорусов. Но дело в том, что мы во время этого периода, мы как бы забыли о своей идентичности, национальной идентичности. Это, естественно, не говорит о том, что мы как бы должны ставить свою идентичность над другой идентичностью. И как бы ничего такого шавинистического в этом нет. Просто мы как бы забыли. Это как бы исторический путь. И я это чувствую на себе, что вот я, например, не читая Коран, но я читал его на русском, на английском, на узбекском. И как бы я читал Библию. Три раза ты читал? А? Трех вариантов. Они совпадают? Они не совпадают, потому что это Коран, он это как бы, это святая книга, которая изображается, когда ее каждый раз читаешь, она каждый раз дает разные какие-то... Ну, я читал Тару, и каждый раз, когда же одну и тот же параграф я читаю, одну и ту же главу, и я расту, поэтому я воспринимаю по-другому. Может быть, поэтому? Поэтому у меня даже, в моей личной библиотеке есть даже, например, Библия, на узбекском, английском и русском. Поэтому я бы сказал, что это святые книги, которые нам приходится читать и просто изучать от этого. Поэтому, и, кстати... Нам, это кому вам? Нам, это всему человечеству, потому что это не в зависимости от религии, не в зависимости от твоего религиозного принадлежности. Мы принадлежим к роду человечества, это самое главное, что мы люди, мы должны ценить вот эти качества, а не именно принадлежность. Поэтому я категорически против тех действий, которые происходят в Ираке или в Ближнем Востоке, которые называют себя мусульманцами. Это, я думаю, очень плохо отражается на настоящих мусульман. Потому что в Узбекистане этого, к сожалению, происходило уже пару лет назад, или в 1999 году, как бомбежка в Ташкенте. И это как бы показывает то, что на самом деле есть экстремистические такие течения в Узбекистане и везде, и в России, и на Украине, и в Израиле, к сожалению. Но это, которые вот именно подводят репутацию остальных людей. Вот дело в том, что многие наши телезрители, они выходцы из бывшего Советского Союза. И большая из них часть, это еврейское население. Они жили в Средней Азии, они жили в Москве и так далее, на Украине. И вот мне интересно, ваша семья имела друзей, знакомых евреев? Кстати, очень актуальный вопрос, и очень даже, я бы сказал, очень близок ко мне. Потому что, как вы знаете, Узбекистан, вообще Узбекистан, территория Средней Азии, была населена большой частью, например, еврейских поселений. И, скажем, одни из самых близких друзей моих до сих пор являются евреи, которые живут в Атланте, в Нью-Йорке, в России и в Узбекистане. Вы поддерживаете с ними контакты? Мы не поддерживаем не только личные, мы поддерживаем семейные контакты. Поэтому даже друзья, которые едут, они из Атланта, они обязательно едут в Узбекистан и навещают моих родителей, моих родственников. И поэтому я очень рад тому, что вот это сближает наше братство, которое, я бы сказал, уникальное для этого региона. А много уехало евреев, да? С Узбекистана уехало достаточно много, потому что... То есть ощущается, что уехали евреи. Вот в свое время, когда Испания выгнала евреев, то ситуация экономическая в Испании, мягко говоря, изменилась 500 лет назад. А вот что в Узбекистане? Кстати, очень такие шутки даже идут в городе Наваи, Бухаре, Самарканде, в Ташкенте, насчет того, что как бы уехали, например, евреи, да? Как бы города стали как-то более какие-то не пустыми, а какие-то они как-то стали такими, как бы именно чувствуете, что... Все время было веселее жить. Было интереснее и веселее жить, потому что они были вот именно тем самым главным компонентом общества Узбекистана. Какая-то энергия шла от... Я хотел бы отметить, что до сих пор Узбекистан является многонациональной республикой, где проживает мирно больше 130 национальных сетей. Окей, уважаемые телезрители, я надеюсь, что это интересный разговор. И, естественно, сразу после рекламной паузы мы не только продолжим, но и я дам возможность вам тоже задавать вопросы и спрашивать, насколько это действительно интересно. Итак, встреча после рекламы. Артия WMB представляет программу лучшего израильского телеканала на русском языке. Израиль Плюс. Смотрите каждый понедельник программу Игоря Губермана и Александра Окуня на троих. Каждый вторник развлекательную передачу «Любимец публики» с Яном Левензоном. Каждую среду смотрите музыкальную программу Григория Лиховецкого «И здесь, и там». По четвергам наболевшие проблемы будут обсуждаться в ток-шоу «Двойной удар». Каждую пятницу Израиль Плюс вместе с ведущим Исраэлем Демидовым будут вам желать шаббат и шалом. В субботу не пропустите ток-шоу «Алые паруса». А каждое воскресенье вместе с Леонидом Каневским постигайте секреты еврейской и интернациональной кухни в программе «Хочу все съесть» и веселитесь вместе с гостями и участниками программы «7.40». Смотрите программы телеканала «Израиль Плюс» только у нас, только на Russian Television Network of America. RTNW MNB – это ваше телевидение. С вами Борис Тенцер и мы продолжаем нашу передачу «Контакт». Сегодня у нас интересный разговор. Интересный хотя бы тем, что мы имеем возможность немножко выйти за пределы нашей с вами американской жизни. У нас сегодня гости, которые живут или чувствуют себя частью Украины, частью Узбекистана. Люди, которые к нам приносят как бы вот этот пульс. А как живут эти страны, когда мы оттуда уехали? Что продолжает, какая жизнь там продолжается и о чем они мечтают? Потому что только молодой человек может по-настоящему передать то ощущение, о чем мечтает тот или иной народ или та или иная страна. Сегодня у нас в гостях Севара Мелебаева, это Узбекистан. У нас в гостях Фархот Мурадов, оба студенты Колумбийского университета с Узбекистана. И у нас Руслан Шуляр, который также студент, но уже с Украины, при том, как выяснилось, с Западной Украины. Но это не имеет значения. Украина, слава богу, осталась цельной, единой Украиной. Я вот что еще хотел вам сказать, уважаемые телезрители. Сейчас у нас на экране появятся, естественно, телефоны, номера телефонов. Вы увидите и, пожалуйста, участвуйте в разговоре, задавайте вопросы. Я уверен, что многие из вас сейчас хотели бы, наверное, спросить, поскольку многие из нас, из вас жили в этих республиках. Украина, Узбекистан. И поэтому у вас тоже будет такая возможность. А, кстати, я еще буквально маленькое дополнение. Затем мы покажем и адрес нашей студии, куда вы сможете написать. Но к этому мы еще вернемся, поскольку много писем я уже получил. И это действительно очень много помогает и очень интересно. Итак, звоните, а мы продолжаем общаться в узком кругу нашей студии. Севара, ты хотела что-то сказать тоже по поводу, я знаю, дружбы евреев, мусульман, иудеев и христиан или что? Я хочу согласиться с фарходом, что Узбекистан очень многонациональная страна до сих пор и у нас живут. То есть евреев там не бьют? Нет, и не били никогда. И не били никогда. У тебя тоже были, у вашей семьи тоже были? Да, у нас были очень близкие друзья, у меня была учительница по фортепиано, и мы дружили очень тесно с семьями. И когда мы узнали, что они собираются эмигрировать в Лос-Анджелес... Ты побила пианино, разбила пианино. 90-й год. Это было тоже один из первых потоков, когда начали уезжать, и это было чуть-чуть даже шокирующе. И было очень грустно, потому что ехало очень много людей. И мы до сих пор с ними дружим. А есть такие люди, которые возвращаются? И евреи, которые уехали и вернулись обратно в Збекистан? Есть, которые уехали в Израиле, вернулись. Из Израиля есть такие, да? Да, но я не знаю никого из Америки, кто вернулся. Скучают, приезжают, но полностью не возвращаются. Кстати, я извиняюсь, я хотел бы как бы добавить это все. Да, да, пожалуйста. Очень актуальный вопрос насчет того, возвращаются Лилии. И мои знакомые, которые возвращаются, они возвращались с России, например, когда они уже уезжали, например, или с Израиля возвращались. И, кстати, многие люди, многие, например, скажем, местные евреи, которые уехали в Америку, они регулярно посещают Узбекистан, те города, где они жили. По бизнесу или просто по-человечески? Чисто по-человечески, чисто для своего удовольствия. Я сам видел многих ребят, многих, я бы сказал, семья, они с семьями посещают Узбекистан. И они как раз гостят у своих узбекских друзей. А не страшно вот приехать в гости, приехать в гости в Узбекистан, а тебя возьмут заложники? И потом тебя будут миллион требовать, а у меня ничего на счету нет. Кстати, если сравнить Узбекистан с другими, я бы сказал, многонаселенными мусульманскими государствами, Узбекистан это гражданское общество, которое сохранило свой вот этот цельный гражданский настрой, где живут мирно все религиозные общины. И я думаю... Я хотела бы добавить, что народ в Узбекистане очень толерантный. У нас есть православная церковь, у нас есть синагоги. Мы еще поговорим об Украине тоже. Но вначале мы послушаем Елену. Елена у нас из города какого города? Из города Атланты. Вот как раз Атланта... О! Елена уже отключилась. Поведем, телефонная линия в Атланте плохо. Ольга из Детройта. У нас есть с кем разговаривать. Да, Ольга, пожалуйста, вы с нами. Можно говорить? Да. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Я хочу обратиться к этому товарищу, который из западенцев. Который что? Он защищает Ющенко. А, который Руслан Шулер. Да, да, я не знаю, как его имя. Руслан. Почему он не помогал Еленуковичу? Я могу отвечать? Да, можете, конечно. Я не помогал Еленуковичу только из моей личной... Не только поэтому еще. Нет, нет, секундочку. Давайте мы закончим. Ваш вопрос один, Ольга? Нет, я еще хочу, чтобы... Да, пожалуйста, задайте все вопросы, и мы потом распределим, кто что-то будет отвечать. Я буду отвечать. Да, Ольга, пожалуйста. Мне, конечно, очень не нравится выбор Украины, который сегодня как бы сделали, но я уверена, что это было подделано. Хорошо, окей. И если у вас еще вопрос, Ольга? Помощь давал ли не Януковичу, а Юшенко? Я сразу еще позвонила в первые же дни и сказала, почему, как он может держать такую громаду, где он берет эти деньги? А тогда, Ольга, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы считаете, что Янукович в этой ситуации был более... Да, я считаю, что он более... Тогда буквально у вас есть одна секунда сказать, почему вы считаете, что Янукович это интереснее? Потому что сразу видно, этот придумал, что его отравили. Его не отравили, это у него такое заболевание дурацкое. Окей. Хорошо, Ольга, большое спасибо за звонок. Сейчас мы попробуем выяснить, почему у нас Руслан все-таки помогал Юшенко. Руслан, пожалуйста, отвечай. Я уже сказал это, и еще раз хочу сказать. Я помогал, ну как бы, не Юшенко. Поймите, я помогаю не Юшенко, я помогаю тому крылу. Или, можно сказать, давайте объединим это все в одно целое. Я помог Юшенко, я не прямо, не чисто как бы Юшенко. Я помог людям, которые, во-первых, чувствовали себя обделенными в праве выбора. Если я выбираю кого-то одного, и потом кто-то говорит, ребята, вы не знаете, этот человек лучше, вот как женщина. Да, женщина имеет право говорить, да, Янукович лучше, окей. Для меня Юшенко лучше, я голосовал и помогал тому, кто конкретно лучше для меня. И я выхожу из своих единоличных, как бы сказать, рассуждений. То есть, те предложения, которые говорил Юшенко, вам казались более симпатичны и более правильны, правильно? Да. Сейчас мы послушаем еще один звонок, а вы пока подумайте, такой ответ, это будет мой вопрос. Что предлагал Юшенко, number one, number one, такое, из-за которого вы взяли, открыли кошелек и дали деньги. Слушаем вас, следующее звонок у нас. Нью-Йорк, Лазарь, здравствуйте, Лазарь. Здравствуйте, во-первых, у меня к украинскому, я забыл, как зовут его. Его просто Руслан зовут, такое простое имя, украинское. Юшенко заявил, что он выведет войска из Рака, если он будет президентом, насколько это правдило. И второе, в отношении... Я не понял, еще раз, Лазарь, что заявил Юшенко? Юшенко заявил, что когда он будет президентом, он выведет украинский батальон из Ирака. Насколько это соответствует действительным желаниям Юшенко? Первый вопрос. Второй вопрос. В отношении вот этих революций, которые происходят. Я очень уважаю узбекское руководство сегодняшнее. Я очень уважаю тех вот ребят, молодых, которые говорят очень хорошие вещи. Но я знаю, что есть Фергана со своими страшными бандитами, которые перевернут при наличии какой-то революции все что угодно. И мы забудем о том, что такое оставки демократии. В частности, я думаю, что нужно сказать большое спасибо молодому Алиеву за то, что он сумел разогнать, хотя кричали, что это нарушение демократии и так далее, но он сумел не допустить этих исламистов к власти. И он установил в Азербайджане порядок, который соответствует реальным возможностям этой страны. И реальной демократии, которая нужна для этого народа. Не получится ли в Узбекистане, когда мы ратуем за эту демократию, такое положение, когда к власти придут люди из Ферганы. Вот они там перевернут не то, что демократия. И мы не будем говорить там, какие там народы живут. Они создадут страшную ситуацию в самом Узбекистане. Хорошо, да. В сегодняшний день, в условиях сегодняшней политики, сегодняшнего дня, Карибов, это, конечно, человек, который учитывает все эти возможности и делает все возможное, чтобы страна жила более или менее, насколько это позволяет, сегодня экономические ситуации. Она нелегкая во всем мире. Хорошо, Лазарь, да-да. У вас еще есть конкретный вопрос кому-то из ребят, или вы дадите им свое слово тоже? Я жду ответа от них. Хорошо, спасибо большое. Итак, у нас есть два вопроса. Ну, начнем с Узбекистана. Окей. Фархот, ты хочешь сказать? Значит, я переведу на узбекский. Или не надо? Не, я понял, я понял. Довольно-таки, понял вопрос. И довольно-таки актуальный вопрос. Спасибо за вопрос. Это правда, что Ферганская долина всегда отличалась в Узбекистане тем, что межусобные или национальные, я бы сказал, события именно начинались в этой долине, в Ферганской долине. И я бы сказал, что есть до сих пор группировки, к сожалению, в Ферганской долине, например, в Намангане, которые родились именно в этих областях Ферганской долины, и которые несут себе против конституционный строй. Они могут взять власть в стране? Они могут получить поддержку большинства? Они, я могу точно вам сказать, что, так как я сам участвовал в этих выборных ситуациях, я сам работал в Узбекистане, могу сказать, что они не имеют поддержку среди населения в Узбекистане. Они могут иметь поддержку в узких интересных, как говорится здесь, именно в этих узких кругах. Но они не имеют в масштабе, не имеют поддержку в других областях. Так как мы должны узнать, что Узбекистан это территория, которая чуть больше Калифорнии. И она делится на 12 областей, плюс Каракал-Пакистан. Я вам скажу, что Ферганская долина, она как бы маленькая часть, но она очень важна, часть Узбекистана. Но остальная часть региона Узбекистана, она не поддерживает, многая часть не поддерживает вот эти религиозные экстремистические движения, которые на самом деле придают Узбекистану очень некрасивую, как бы, эту картину. И я бы сказал, что эти религиозные ситуации, религиозные движения, они существуют не только в Узбекистане. Пожалуйста, у нас вопрос был такой, Ющенко выведет войска из Ирака. Вы считаете, что это правильно? Во-первых, вопрос поставлен неправильно. У нас президент не имеет права принимать такие решения. Это принимает решение, это решение за Верховным Советом или Верховной Радой. Но пока что президент имел влияние на Украину. Влияние, да. Но все равно законы принимаются и как бы все решает Верховный Совет. Имея в виду объявлять войну, вводить войска. И президент может, я надеюсь, это сделать, как бы повлиять на Верховный Совет. Во-первых, я хочу еще напомнить, если человек мне не помнит, если просто не знал этого. Его фракция, самая большая фракция в Верховном Совете Украины, она голосовала, по-моему, против. Против чего? Против ввода. Против ввода в Ирак. То есть, считаю, что мы, украинцы, должны у себя сидеть и заниматься своими делами. Нечего нам делать. Несмотря на то, что эти вот забросы такие закидывали Ющенко, проамериканские, потому что у него, скажем, там очень большие связи. Возможно, у него есть знакомые, есть друзья. Понятно. Мила, здравствуйте, вы с нами. Здравствуйте. У меня вопрос к молодым ребятам из Узбекистана. Пожалуйста. Не то, что вопрос, а просьба. Во-первых, я сама в Ташкенте жила 35 лет, и, естественно, душа у меня прикипела к этой земле. Самая коренная ботинка, но семья моя в Ташкенте живет. Муж, дети. И я хотела... Моя мама, когда приезжала ко мне в гости, она ахнула, говорит, на земле есть два рая. Один в Узбекистане, один на небесах. Так ей понравилась эта земля. И я думаю, что трагедия для Узбекистана не только что евреи уезжает, но и русские, и армяне, и вообще наши люди. Я хочу спросить и пожелать ребятам, вернитесь, пожалуйста, после учебы в Узбекистан. Жалко эту землю, поднимайте ее в вашу страну. Спасибо. Спасибо. Хорошо, Мила. А тогда такой вопрос, Сивара. Сивара. Вернемся ли мы? Ты, как вообще, где тебе больше нравится? Где у тебя рай? В Нью-Йорке? В Ташкенте? Ну, на небесах. Мы еще не были, мы еще не знаем. Нет, конечно. Тебе нравится в Нью-Йорке? Мне в Нью-Йорке очень нравится. Очень нравится. Но дом всегда есть дом, безусловно. Ну, понятно. Потому что там родные, там друзья, это там, где ты вырос. Есть какие-то планы у тебя остаться здесь или уехать в Узбекистан? Или это личное, ты не хочешь ничего говорить? Планов определенных нет. Скорее всего, я поеду в Узбекистан. Сказал, у нас грусти. Нет, я шучу, это, конечно, личное дело. Ну, я думаю, что в данной ситуации мы, я думаю, мы можем делать. Вообще, я имею в виду молодежь, которые учатся здесь, могут помочь стране, Узбекистану, больше, будучи за рубежом. У меня такое личное мнение. Если кто-нибудь смотрит сейчас из Узбекского посольства, чувствуйте, ваш человек. Я хочу добавить по этому поводу. Кстати, очень актуальный вопрос и пожелание. Да, вот я думаю, что это очень важно, что мы все студенты, как бы та молодая кровь, которая течет вне зависимости от религиозных или от национальных принадлежностей тех выходцев из Узбекистана. Я думаю, что это очень важно, что если мы, например, вернемся там и туда, в Узбекистан, и мы как бы это, как бы, приложим все наши вот эти усилия, все наши вот эти знания, которые мы приобрели, например, в такой стране, как в Соединенных Штатах. И я думаю, что это очень актуально и это очень важно, чтобы мы вернулись, потому что независимо от того, где нам нравится, не нравится, потому что это дом, где все-таки нам чувствуется, на самом деле, Узбекистан, это солнечная страна, где 99% всего года только под солнцем. Солнечный средний. И символия, я бы сказал, мы собираемся, и, естественно, мы будем бороться. Я думаю, я думаю, даже если мы где-то и проживем, и проработаем некоторое время, но в конце концов все возвращаются в Узбекистан. О, звучит очень красиво. Вам только осталось сказать, дорогие евреи возвращаются в Узбекистан. Пожалуйста. Я хотела поблагодарить Милу, спасибо вам большое. Да, у нас есть следующий звонок. Следующий звонок у нас Белла из города Бостона. Белла, вы с нами в студии, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу поздравить Руслана с победой Ющенко. Спасибо. Ну, вот, наконец, хоть положительный голос. Да, я хочу его поздравить. Спасибо. На мой взгляд, эта победа большая. И, знаете, это правда, что он говорит, что он голосует в первую очередь за себя, а все вместе люди, которые хотят жить лучше за Украину. Вот. Как пример, моя подруга, которая проработала на одном месте, 40 лет и имеет 35 долларов в месяц, то, знаете, ей просто стыдно перед людьми, которые живут на Западе. И даже вот перед нами, что мы живем, в общем-то, на то, что нам дает спасибо ей большое Америка. И вот они все это время ходили на площадь, на Майданную Зависимость, я сама из Киева. И вот она говорит, что ее дети, они преподаватели в университете, студенты, они прибегали домой прикусить и ходили туда. И они болели в первую очередь за себя, а все вместе за Украину. Так что я еще раз поздравляю Руслана и желаю всего всего вам всем доброго. До свидания. А вот интересно, Руслан, а на Украине, как относятся на Украине к евреям и относились? Вообще много было антисемитизма, нет, на Украине? Вот как сейчас ситуация? Есть у тебя какое-то представление? У меня? Ну, частично. Частично я могу сказать, но у меня нет близких друзей евреев. Или даже, может, есть, я не знаю, как-то. Никогда этот вопрос раньше не скрывали просто. Я не знаю, скрывали, я просто никогда не спрашивал. Это не без разницы, человек хороший, какая разница еврей-нееврей. Но я это могу сказать только по одному. Я вот помню, как-то у меня была плохая такая, со здоровьем проблемы. И в больницах, я помню, у нас были, потому что евреев, как можно перед евреем, фамилия все-таки, знаете, иногда фамилия выдают человека. Вот, и хорошие очень были специалисты. В больнице я лежал как-то, неоднократно бывало дело. И в молодости, это, скажем, в юности, в детстве. Ты такой болезненный, ты такой выглядишь, как здоровая кровла. Или там американское молоко, кросс-молоко? Нет, это, скажем так, я, может, хорошо, как бы, заботился о себе. Я обращался к врачам вовремя, вовремя, не после того, как, ну, иногда было после того. Просто я хочу сказать о том, я помню, очень много у нас было хороших специалистов, к сожалению, они поуезжали, вот, это к тому, чтобы, скажем, что евреи уехали. Я, правда, не знаю, никакой информации у меня нет, вернулся кто-то, не вернулся, кто-то, где они, как они. Просто сейчас, может, это кризис медицинского у нас, скажем, не образования, а, скажем, медицины в Украине, обслуживания. Потому что, все-таки, людей меньше стало работать в медицине, или у них, я не знаю, какие-то проблемы, или выехали. Ну, чувствуется. Ну, вообще, надо сказать, что медицинские специальности всегда были характерны для еврейской национальности, поскольку евреи очень много учились, всегда, как бы, они тянулись к науке, и здоровье человека тоже важно. Поэтому короли, несмотря на то, что они были там семитами или антисемитами, неважно, они всегда были готовы прислушаться к хорошему врачу. У нас когда-то говорили, священник и врач всегда имеют работу. Понятно. Кто у нас там на следующий на линии? Семен. Здравствуйте, Семен. Город Коннектикут. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите? Мы прекрасно вас слышим. Я хочу... Маленькое... Прошлый понедельник я тоже включался в вашу передачу. Да, очень приятно. И после того, как я сказал, после меня выступила Кайф Наташа, я сказала в отношении того, что я не поддерживаю Юсенко, что, мол, я поддерживаю Януковича. Так я вам сразу могу сказать, что я не поддерживал и ни того, и ни того. Но могу маленькое такое замечание сказать, что уголовники, уголовники никогда не были антисемитами. Никогда. А теперь я хочу обратиться к Руслану. Вот. Я смотрю, молодой человек, весь симпатичный, все разбирается немножко в политике и не может понять. Он не голосовал за Юсченко. Он говорил, меня... Я, например, тоже поддерживаю такую революцию. Это уже как бы проблески демократии, настоящей в Украине. Так. Но он не должен, молодой человек, забывать, что рыба портится с головы. А теперь я хочу ему задать не пару вопросов, а просто, чтобы он не ответил на то, что я выскажу. Значит, будучи я в августе месяце был в Украине, я как раз видел по телевизору эту предвыборную кампанию. Я был в Харькове, там только Юсченко, Янукович. Я был в Венеции, там только был Юсченко. На телегранах и везде. И теперь ответьте мне, как вы относитесь к тому, что я видел, что в Тернополе и во Львове его встречали, в форме... Да, вопрос вам, чтобы вы ответили. Вы знаете, кто такая была эсэсовская дивизия Галычина во время войны? И кто такой был АУНовцы? Так вот, он... Слава Юсченко. Когда я приду к власти, я приду к власти, и я уравняю всех ОУНовцев, всех, которым Галычина была, уравняю к участникам Великой Отечественной войны и буду выплачивать им пенсии. И еще одно было у него высказывание, что когда я приду к власти, в правительстве жидомансонской такой текущей в правительствах не будет. И еще за 2-3 дня до конца, начала третьего тура, скрытой камерой показали, как в районе Тернополя с апреля по сентябрь месяц существовал я лагерь, где учили вот этих, которые были на Майдане Ниналет, как их себе вести. Хорошо. Понятно. Семен, давайте так, вынеси там много интересного, рассказывайте, и вопрос задали. Давайте дадим сказать что-нибудь Руслану. Руслан, пожалуйста. Ты можешь что-нибудь сказать по поводу националистического такого направленности Юсченко? Да, я могу это сказать, и я могу просто спросить человека. Вот возьмем любого человека, который принимал участие в боевых действиях. Почему он не заслуживает? Я не поддерживаю ни СС Галичину, не поддерживаю ни советские войска. Я знаю, что советские войска все-таки освободили не только Украину и Европу, они освободили весь мир. От фашистской навала, или как хотите это назвать, да, им надо ставить, понимаете, памятники, им надо быть постоянно благодарны. Но люди, как вы сейчас говорите, в Харькове, да? В Харькове одно, в Виндзе. В Харькове одно, в Виндзе. В Харькове одно, в Виндзе. То же самое было на Западной Украине. ОУН, это организация украинских националистов. Это была общественная организация, главой которой был Степан Бандера. Это был очень хорошо образованный человек, который имел, по-моему, два высших образования. Он был из семьи очень интеллигентной. По-моему, он, по-моему, оружие не носил с собой. Это была не военизированная, как бы сказать, организация. Вот как люди говорят, в Фердинанской долине используется. То есть ты хочешь сказать, что информация, которая у нас есть, она как бы еще пришла от Сталина. Она пришла от того периода, и она неправильная, одна односторонняя. Я не говорю, она неправильная, я говорю, да, и его именем пользовались люди. Как можно судить человека, если он с именем за Сталина шел на смерть? Как можно судить другого человека, который с именем за Бандеру или за свободную Украину независимую? Я говорю так, что вот сегодня, если он приезжает, Семен приезжает в Харьков, и все там телевизионные экраны, везде Янукович, да, то это не значит, что все жители прямо с ума сходят. Просто так поставлена была пропаганда в Харькове, что люди все за Янукович. Я хочу еще спросить, каналы, канал-канал рознь, вот центральный канал или местный канал? Потому что, насколько я знаю, все центральные каналы блокировали. У нас есть масса звонков, а времени нам показывается 3 минуты. Да, с нами кто у нас в линии? Нина, город Балтимор. Здравствуйте, Нина. Здравствуйте. Большое спасибо Борису Тенцеру за то, что он пригласил гостей из Узбекистана. Нет, я не приглашал из Узбекистана, они живут здесь, у меня нет возможности такой. Представитель Узбекистана. Я шучу, конечно. Спасибо ребятам за их информацию о Узбекистане. Я сама из Ташкента. И было бы неплохо, чтобы Кацов говорил не только о России, Грузии и... Понятно. Я передам Кацову. Хорошо, а к ребятам есть вопрос? Передайте ему, пожалуйста, что существует Узбекистан тоже. Хорошо, хорошо. Спасибо большое. Всего хорошего. Смотрите, Узбекистан существует тоже, поэтому прекрасно. А есть какое-то объединение вот здесь узбекских студентов из Узбекистана. И дружите ли вы каким-то образом с ребятами, молодыми, еврейскими семьями, которые уехали из Узбекистана? Есть какие-то контакты? Очень-очень близкие контакты. На личном плане или на плане студенческо-колумбийского университета? Такой ответ на первый вопрос. На общественном. Это у нас есть евразийский такой форум в университете. Евразийский форум объединяет все, я бы сказал, все русскоговорящие, я бы сказал, народности, которые учатся в Колумбийском университете. Это представители Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, России, Украины. Это как бы такой евразийский. И на личном, да, естественно, я могу сказать за себя, что у меня есть личные контакты с теми, которые жили в Узбекистане. Они сейчас живут в разных городах США. Хорошо. Я бы попросил, Яна, если мы успеем, я бы хотел, чтобы мы на экране показали еще и адрес нашего телевидения, поскольку многие люди хотят наверняка, может быть, записать, спросить, прислать письмо. Пожалуйста, вы можете написать. Я обещаю вам, что, да, на экране, прекрасно, спасибо большое. Я обещаю вам, только вверху напишите, для Бориса Тенцера, для Бориса Тенцера, я обещаю вам, что ваши вопросы, ваши идеи, ваши предложения, я буду в контакте с ребятами. И я чувствую, что это интересно, это интересно, и поэтому мы постараемся еще встретиться. Как, ребята, ничего? Я вас не очень обижал. Нет, нет, нет. Мы, зрители, мне кажется, были очень добры. Руслан, мне кажется, тоже к тебе, зрители, смотри. Я принимаю критику с любой стороны. Мы прямо как на Украине, часть за Раянуковича, часть была за Ющенко. Уважаемые наши телезрители, уважаемые наши господа, уважаемые все, кто сегодня был с нами, время, к сожалению, подошло к передаче к концу. Я понимаю, что это все очень интересно, поэтому оставайтесь всегда по понедельникам утром в программе «Контакт» с Борисом Тенцером. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова